друзья приветствую вчера делал видео вот с такой вот обложкой кликбейтный не лангуй акции российской федерации важное предупреждение надеюсь вы это видео посмотрели прошлое утром у нас рынок после вот этого видео открылся ростом росли до 2729 пунктов сегодня уже снижение на 1 процент но предсказания ли магия не думаю потому что давайте разбираться в видео в общем расскажу что такое контртрендовое движение среднесрочное до которое произошло на этой неделе по традиции посмотрим мой портфель все в депозитах в лк дите общая стоимость портфеля более 30 миллионов рублей и друзья перейдем на недельный таймфрейм по индексу московской бирже в прошлом видео я рассказывал что пробили на допустимое контртрендовое движение у нас котировку пробитие было на 60 73 пункта а максимально допустимо до этого было 60.85 то есть совершили пробитие но видео я вам рассказывал что не стоит заходить в акции это преждевременно я призывал вас подождать если уже это пробитие совершилось то в любом случае во первых у нас на месяцах пятый месяц вниз от этого никуда не уйти а во вторых давайте на этих же месяцах рассмотрим что было ранее в тенденция и как у нас происходило в прошлом пробитие этой тенденции и что было после этого пробития чтобы вам было наглядно понятно как разворачивается тенденция на месяцах потому что более наглядно это делать вот посмотрите у нас линейно идет снижение тенденции в индексе московской бирже это сложное снижение линейно это когда каждый месяц вверх каждого месяца ниже предыдущего идет снижение и у нас мы можем посчитать апреля допустимая контртрендовое движение 74.29 пункта у нас произошло пробитие на эту отметку котировки соответственно и ничего не произошло то есть разворота не произошло поэтому мы считаем вот это значение 74.29 допустимым контртрендовым движением дальше смотрим когда у нас следующий произошел пробой и на сколько пунктов измеряем вот допустим в августе 2022 у нас произошло пробитие больше чем на вот это допустимое контртрендовое движение все отметили для себя пробитие состоялось ждем дальнейших сигналов дальнейший сигнал это у нас нужно контртрендовая волатильность в идеале чтобы чтобы выбить стопы у всех спекулянтов волатильность нужно вот такая вот видите свеча это и есть в сентябре 22 года объявление мобилизации или предмобилизационная свеча вот это у нас выбытие стопов было как вверх так и вниз в рамках правильной разворотной модели пока мы двигаемся далее нас интересует свеча успокоения то есть после пробития нам нужно совершить волатильность и свечу успокоения чтобы сесть тенденцию вот друзья первое свеча успокоения у нас после пробития тенденция была спустя только три месяца ноябрь 2022 года можете сами на графиках это посмотреть после свечу успокоения мы ставим отметку уведомительную наверх месячные свечи в данном случае 2256.32 и в тот момент когда будет пробиваться свеча успокоения мы с коротким стопом заходим тенденция пробитие не состояла следующий месяц ушел ниже делаем то же самое верх свечи отмечаем уведомительным стопом и стопом снизу у нас защищаем нашу позицию вот в январе 23 года нас только впустили в эту тенденцию впустили в индекс московской бирже на пробитии вверх декабрьской свечи стоп у нас передвинулся под низ свечи и мы могли сесть тенденцию дальше тенденцию уже двигаться то что сейчас происходит друзья до совершилось пробитие но это не значит что мы сейчас развернемся и до обеда на 300 процентов вырасти далеко не значит нам нужно нарисовать сейчас волатильность даже если если этой волатильности не будет дайте мне свечу успокоения после пробития и я задумаюсь на тему того чтобы войти в индекс московской бирже но заходить на пробои это абсурдно это не дальновидно так не делается после пробоя мы можем несколько недель снижаться и две недели три на четвертую неделю мы можем только нарисовать свечу успокоения тот кто зашел из вас позицию поступил неправильно но и индекс вам говорит что у нас уже снижение на более чем на два процента более чем на два процента а фундаментальные ребята данном обязательно в своих телеграм-каналах подадут новость и скажут из-за чего у нас произошло такое снижение нефть марки бренд например да летит камнем вниз или беспилотники атаковали московский регион друзья это вообще абсолютно не важно важна тенденция и правильно в этой тенденции разбираться вот перед вами telegram канал вот здесь вот easy trade можете в поиске ввести в телеграме и найти меня здесь у нас 1066 подписчиков канал стремительно растет благодаря каждому из вас два месяца назад у меня было 150 подписчиков значит мы даем важную информацию с вами здесь в части мы можем пообщаться у нас живое общение ребята со 100 миллионными капиталами более 10 человек у нас таких поэтому их опыт бесценен давайте увидимся с вами в телеграме жду ваших комментариев касательно вот этого видео мне будет очень приятно и очень полезно слышать ваши предложения какие-то чтобы сделать следующее видео еще более лучшим более качественным и более интересным для вас поэтому увидимся в телеграме что касательно того что происходит сейчас на рынке акции друзья ничего хорошего не случилось произошел отскок но я считаю что это это еще не точно потому что ключевая ставка у нас не снижается нефть у нас не растет геополитические моменты у нас никак не разрешаются обязательно в ближайшее время запишу на тему кризиса в банковской системе он надвигается причем очень широким фронтом я не понимаю почему фундаментальные ребята еще не освещают этот момент потому что у нас идет ипотечный кризис и есть для этого предпосылки сегодня была новость еще не успел опубликовать ее после этого видео я размещу эту новость но у нас снижение более чем два раза по выдаче ипотеки это очень плохой сигнал для банковского сектора это может говорить о том что рынок недвижимости развернулся и это может говорить о том что у нас могут пойти не не отдачи по платежам ипотечным это сулит большой дырой в банковской системе но сейчас не будем наперед забегать чуть попозже я просто засниму видео что нас может ждать а ждать нас может на подобие 2008 года вполне вполне легко да с такой нефтью тем более у у нас уже правительство отменила льготные ипотеки больше половины льготных ипотек у нас канула в лето и поэтому тяжелые времена наступают вот если у нас нефть была по 100 долларов за баррель возможно бы ипотеку эту льготную продлили но как вы видите у нас нефть летит вниз поэтому и остальные тоже дотации или какие-то помощи от государства у нас возможно тоже будут сокращаться чем ниже нефть тем меньше дотаций поэтому друзья вот такая вот ситуация и на рынке мы можем посмотреть на котировки крупнейших компаний которые образуют собственно рынок формируют его цены лукойл на снижается на два процента почти сбербанк на 16 процентов ну друзья посмотрим что у нас будет происходить до пятницы в пятницу у нас решение ключевой ставки но мне что-то подсказывает что не все так просто и вот этот вот отскок на недельном таймфрейме он весьма контртрендовый на месяцах это лучше видно поэтому я бы к нему весьма скептически относился на месяцах у нас практически все компании вниз идут как лукойл так и сбербанк так сам индекс поэтому друзья пока что очень печально все не не стоит торопиться с решениями по сделкам блонг у нас сейчас больше говорит нам рынок о том что сделки в short более логичны сейчас данный момент но друзья на давайте на этом заканчивать уже более десяти минут общаемся надеюсь увидимся с вами в телеграм канале великим удовольствием пообщаясь с вами надеюсь это видео было супер полезно для вас спасибо вам за внимание и увидимся и услышимся субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok